МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 13 по 15 июля прошел чемпионат России по джигитовке. В очередной раз местом проведения всероссийских соревнований стал наш город. Конно-спортивный комплекс-созидатель известен своими живописными пейзажами, аккуратной архитектурой, выдающимися жеребцами, высоким уровнем профессионализма сотрудников и, конечно же, легендарными достижениями тренирующихся здесь спортсменов. Однако особая, уникальная, исключительная особенность этого комплекса заключается в том, что с 2005 года здесь действует центр джигитовки Московской области, возложивший на себя миссию возрождения национального конного боевого искусства. История древнего и обширного государства нашего немыслимо без сильной и доблестной армии, в которой кавалерия сыграла значительную роль. Своей удалью и умением она расширила пределы отечества, укротила аппетиты недружелюбных соседей, приумножила боевые традиции и из поколения в поколение сохраняла славу отцов наших, наводя страх на иноземцев. Известно, что военный успех Римской империи обеспечивали легионеры. Великобритания известна своим флотом. Главной же силой Российской империи была ее легкая кавалерия, быстрые и неустрашимые, ловкие и умелые казаки, владеющие джигитовкой. Возрождение национальных традиций, дело которым занимаются не ради извлечения прибыли, скорее наоборот, это обременительные хлопоты и тяжкий труд, но труд благородный, аристократичный, славный, бескорыстный. Такой труд не мог остаться незамеченным. Именно поэтому в очередной раз чемпионат России по джигитовке собрал со всей страны неравнодушных спортсменов-конников в месте, где с особым вниманием относятся к возрождению джигитовки. Уникальное сочетание зрелищности и состязательности делают эти соревнования яркими и привлекают огромное число зрителей и средств массовой информации. Действительно, мы должны говорить сегодня об истории, культуре Российской Федерации, нашей великой России, где вот есть эти вот корни. А к нам приехали сюда, значит, вот Латкарина, спортсмены, дети приехали. Вы смотрите, сегодня 7-летние дети выступают 7, 8, 9, 10, 12 лет. Вот здесь Волгоградцы, Ростовчане, Санкт-Петербург, Тверская, Московская область и, значит, ГУВД города Москвы, полк полиции. Это дисциплина, так сказать, не олимпийских видов спорта. И поэтому мы сегодня ставим задачу сделать ее и аккредитованной при Министерстве спорта Российской Федерации. Чемпионат России по джигитовке 2012 года проводился в трех группах А, Б и С. Спортсмены соревновались в разделах «Владение оружием» и «Вольная джигитовка», выполняя обязательную программу. Спортсмены группы А выступают еще и в произвольной программе. Соревнуясь во владении оружием, оцениваются владение пикой, стрельба с коня и метание ножа и владение шашкой. Время прохождения дистанции также играет немаловажную роль, как и аккуратность прохождения препятствий, установленных на боевом поле. Каждая мишень устанавливается по определенным правилам и должна быть поражена определенным образом. Правильность и меткость оцениваются баллами в соответствии со сложностью. Баллы суммируются судейской коллегией. Каждый элемент такого выступления возник не сам по себе, а имеет историческое происхождение, поэтому и оценивается специфически. К примеру, при подготовке кавалериста владение шашкой было особым навыком, требовавшим определенной подготовки, ведь любая оплошность могла стоить лошади части уха, рассеченного крупа и даже ранения скакательного сустава. Известно, что, например, при подготовке кавалериста тренировались на рубке ивовой лозы, прикрепленной на специальной стойке. Лоза считалась отрубленной, если падала вертикально вниз. Современные спортивные правила, учитывая историческую особенность данного элемента соревнований, гласят, что рубка лозы производится по меткам. Высота нанесения 10-сантиметровой метки может быть различной, но примерно находится на уровне головы условного пешего противника. Оценивается не только меткость сруба. Если нижняя часть осталась стоять, спортсмен получает 6 баллов. Не осталось стоять — 4 балла. Если же лоза сломана, но не разделена, такой удар не оценивается вовсе. Победитель в разделе владения оружием оценивается по сумме баллов, набранных во всех упражнениях раздела. Если сумма баллов у нескольких участников совпадает, то победитель определяется, исходя из лучшего времени преодоления дистанции. В разделе «Вольная джигитовка» спортсмены выполняют различные упражнения. Причем каждое упражнение на боевой дорожке всадник должен выполнить максимальное количество раз или проехать, выполняя упражнения максимальное расстояние. Таких упражнений много, и наездник сам определяет, какие элементы он может продемонстрировать, сообщив перечень и порядок их выполнения в судейскую коллегию до начала соревнований. Баллы присваиваются, исходя из сложности и правильности выполнения. Конь при этом обязательно скачет голопом. Повторение упражнений не допускается. Известен пример из истории Великой Отечественной войны. На Волоколамском направлении у деревни Горбова фашистский гарнизон готовился перейти в наступление на нашу кавалерию. Тогда конники решили применить старинную казачью хитрость. Кони голопом понеслись по улице. Гитлеровцы открыли огонь. Всадники рухнули с сёдел и повисли на стременах. Стрельба прекратилась. Через минуту кони занесли кавалеристов на позиции немцев, и тут мертвые казаки поднялись в сёдлах и, выхватив шашки, ринулись на растерявшегося врага. Опорный пункт Горбова был освобожден. За голову командира кавалерийского корпуса генерала Даватора немцы назначили огромную награду и создали специальные отряды для его задержания. Но кавалеристы были неуловимы и наносили удары по тылам и коммуникациям противника, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. По правилам соревнования правильное выполнение казачьего обрыва в стремени оценивается тремя баллами. Победитель в разделе «Вольная джигитовка» определяется по максимальной сумме баллов, набранных во всех упражнениях раздела. Если сумма баллов у некоторых участников совпадает, то победитель определяется, исходя из лучшего времени преодоления дистанции. Особой частью соревнований столь высокого уровня является выступление детей, из которых становится понятно, что с самого раннего возраста наездник и конь должны выстроить особые отношения. Именно единение всадника и его боевого товарища стали основой российской кавалерии. Полюшка, поле, полюшка, широкое поле, едут там по полю герои, едут красной армии герои. Девушки, гляньте, гляньте на дорогу нашу, пьется одна дальняя дорога, это разыселая дорога. Музыка. Встреча. Показательные выступления Это настоящее шоу, организованное лучшими джигитами страны Показательные выступления Показательные выступления Показательные выступления Показательные выступления Стал Андрей Бокаушин, КСК Созидатель В командном первенстве Первое место досталось Конно-спортивному клубу Созидатель Центр джигитовки, Московская область Алексей Пешков, Денис Павлов, Сергей Михалкин, Антон Шаманин Телеканал «Эткари» Наш телеканал уже неоднократно освещал ситуацию, сложившуюся вокруг мемориала «Звезда израненная». Как известно, уже много лет по вечерам здесь собираются шумные компании и распивают алкогольные напитки. Сюжет Ольги Белозерцевой. Мемориал «Звезда израненная». В городе немного мест со столь же печальной славой. По утрам здесь, конечно же, все чинно и благородно. Отдыхают пенсионеры, гуляют мамы с детьми. Но к вечеру картина существенно меняется. Люди приносят и распивают здесь алкоголь. Оставляя после себя далеко не детские игрушки. Горы мусора, бутылок и сигаретных окурков. Этому памятному знаку около 30 лет. Ежегодно в дни памяти павших в Великой Отечественной войне жители города от высокопоставленных чиновников до простых школьников возлагают здесь цветы, отдавая дань уважения погибшим героям. Так уж случилось, что в Латкарине, в городе, в котором одна часть жителей относится к памяти павших в Великой Отечественной войне с особым уважением и почтением, другая не видит ничего зазорного в распитии алкоголя вблизи мемориала. И против такого поведения законы морали бессильны. Здесь работает исключительно административный кодекс Российской Федерации. Но, как выяснилось, тоже не очень эффективно. Отправившись в рейд вместе с сотрудниками отдела полиции города Латкарина, наша съемочная группа убедилась в этом на собственном опыте. Согласно статье 2020 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, штраф за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, скверах, парках и других общественных местах влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 700 рублей. Такие цифры пугают немногих. К тому же, свою вину нарушители признают неохотно. Если я выпил дома, я пришел, да, сок выпил, блин, мне за этот штраф еще должен подполагать, да? Нет, ну, слушай, я с этим и согласен абсолютно. Потому что я вам еще раз объясняю, что мы находились дома, спивали дома с бетонопиткой, потому что мой мой друг был сегодня, мальчишки. Вы задержали дома? Нет, вы меня задержали тогда, когда я только подошел и на листке 100 штрафа. Согласно статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, появление на улицах, стадионах, скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах, в состоянии опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Как выяснилось, жители нашего города с этими законами знакомы хорошо. И незначительный денежный штраф не способен встать на пути всех желающих выпить чего-нибудь крепкого, сидя на удобной лавочке вблизи всеми любимого мемориала «Звезда израненная». Даже повторное возвращение сотрудников полиции не заставило собравшихся разойтись. Никто не забыт, ничто не забыто. Такая картина заставляет сомневаться в том, что эта надпись, сделанная почти 30 лет назад, сегодня актуальна для всех. Сколько еще мемориал «Звезда израненная» будет напоминать дешевое придорожное кафе? И что нужно сделать для того, чтобы жильцы этих домов узнали, что такое спокойный сон? Демонтировать лавочки или принять другие кардинальные меры? На эти вопросы пока ответа нет. А это значит, что к мемориалу не зарастет народная тропа. Днем по ней будут ходить все, кто помнит бессмертный подвиг наших отцов и дедов. А вечером те, для кого законы Российской Федерации и тем более законы морали не работают. Ольга Белозерцева, Антон Шаманин, телеканал «Лэдкари». Продаются дома из оцилиндрованного бревна, разной планировки, площадью от 125 до 200 квадратных метров. В Ступинском районе, деревня Большой Скрябино, Оксининский сельский округ. Категория земли и землепоселений. Для ведения личного подсобного хозяйства с возможностью прописки. Участки по 12 соток. На участке электричество, скважина, охрана. Круглогодичный подъезд ведется строительство газопровода. До Московского Большого кольца 6 километров. Возможно строительство по проекту заказчика и продаже незастроенных участков. Где построят новые детские площадки? Из каких показателей складывается коммунальный тариф? И как добиться порядка в своем доме, в интервью нашему телеканалу рассказал начальник МУП ДЭС Латкарина Геннадий Козлов. Наша задача сделать жизнь жителей намного гораздо комфортнее. Для этого наши сотрудники прилагают значительные усилия, чтобы в городе был порядок, чтобы вовремя и качественно поставлялась услуга коммунальная вода, тепло. Отводились сточные воды. Уменьшить затраты на поставку этих коммунальных ресурсов, чтобы с крыши не текло, не капало. Было, в общем-то, хорошо, комфортно, удобно жить. Для этого мы занимаемся в этот строительный летний сезон ремонтом кровель. Как капитально, так и текущий ремонт выполняем. Устанавливаем счетчики, общедомовые счетчики учета, для того, чтобы время расходов на коммунальные ресурсы максимально облегчить. То есть сделать их дешевле, экономичнее. Ну и по заявкам граждан выполняем все различные поручения, их замечания, все это устраняем. В общем-то, вот основная задача управляющей компании заключается в этом. Будут ли на вверенной вам территории производиться работы в сфере обустройства зон отдыха горожан, например, детских площадок? Производится значительное устройство этих площадок, как в прошлом году, так и в этом. И в планах очень много, и они есть, закуплены. Сейчас определяются места установки их, их грамотное размещение, удобное для жителей, для детей. То есть работа производится в значительной степени, значительное финансирование осуществляется. Глава за этим следит, помогает нам в этом, направляет куда надо. В редакцию поступила жалоба на состояние газонов, которые еще совсем недавно были обустроены вдоль улицы Первомайская. В частности, жители сетовали на желтый цвет травы и ее заброшенный вид. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, так как лето очень жаркое, и частым покосом травы можно просто загубить все, что сделано. Поэтому есть нормы, и в зависимости от состояния погоды осуществляется разумный покос травы. Ну, а дело жителей не ходить по ним, не вытаптывать, не сорить, не помогать, но хотя бы не мешать в содержании этих газонов. А то идешь, трава вчера зеленая была, сегодня она, извините меня, вытоптана. То есть, ходить по тротуарным дорожкам, по асфальтовому покрытию. А работы по окосу, поливу ведется, ну, зачастую житель, обыватель не замечает этого. А работы производятся добросовестно, ну и своевременно. Как рядовой житель, недовольный обслуживанием своего дома, может повлиять на ситуацию? Где он может ознакомиться с перечнем работ, которые полагаются ему в соответствии с платой за содержание общего имущества дома? Ну, рядовой житель может обратиться с жалобой, может обратиться в соответствующие инстанции, обратиться в ДЭС с заявлением на рассмотрение его дела. А с 1 августа 2011 года вступил в силу очередные изменения в жилищном кодексе. Жителям дано право создавать совет квартирного дома. То есть, на общем собрании выбирается совет дома, и они принимают, в общем-то, законодательные решения, которые мы обязаны выполнить, как управляющие компании. Это любые пожелания, связанные с содержанием дома, с обслуживанием. При условии, если на доме есть средства, то есть сбор на техническое содержание, на обслуживание дома. У каждого дома есть свой счет, который аккумулируется. Если работа сложная и дорогостоящая, то управляющая компания проводит эти работы, ну, за свой счет, счет с прибыли своей. И потом эти средства восполняются путем этого. Никогда не ждем, чтобы обстановка накалилась до того, чтобы, ну, допустим, кровля потекла. Нужно идти и делать. Хотя на доме нет средств. И совет дома должен подсказывать управляющей компании помогать, решать те или иные вопросы, связанные с содержанием дома. Вот общий совет дома – это такая, в общем-то, действенная форма помощи управляющей компании. Скажите, а если этого совета нет, а, допустим, в подъезде облупившиеся стены, неработающие лампочки, человек, как он поймет, что ему полагается поменять эту лампочку, полагается вовремя сделать ремонт? Ну, есть план, по которому делается ремонт, но, как правило, инженер обслуживающей организации и также наши инженеры по осмотру, надзору, они своевременно обходят эти дома, составляют план, по которому производится ремонт этих подъездов и устраняются все замечания. У нас сайт доступен всем, в электронном виде может получить любую информацию, любое предложение на нем разместить, потому что все доступно, все открыто, и мы не скрываем информацию, она доступна всем. Я считаю, что своевременно это должно быть, житель должен знать, чем он должен пользоваться, что он должен получить. Поэтому, вот, вся интересующая информация, тарифы и прочее, прочее, мы размещаем на сайте, и он, в общем-то, не секрет, он доступен всем. Для удобства, для комфорта жителей не идти сюда куда-то, а сесть за компьютер и поинтересоваться всем, что ему нужно. – И последний вопрос. Скажите, когда уже наступит время, когда человек сможет заплатить за квартиру, находясь дома через интернет? – Над этим надо еще работать, я не могу сейчас так сказать. Над этим надо работать. – Но работа в этом направлении… – Да, 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 да. Нас постоянно направляют, мы сами стараемся делать максимум удобства для населения. Я думаю, такое время в будущем наступит. Новости города Латкарина ежедневно и достоверно. Все самое новое и интересное. Афиши, анонсы, фотоотчеты, видеосюжеты, официальные документы и самые свежие городские новости. Хотите узнать первым? Заходите на сайт www.latkarina.com. Лето в самом разгаре. Латкаринцы и гости города проводят свободное время в Латкаринском лесу и на карьере Волкуша не только в субботу и воскресенье. Здесь работники полиции ежедневно следят за соблюдением противопожарных мер и безопасностью отдыхающих. В солнце, вода, пляж, жаркий летний денек выбраться на природу из большого душного города и отказать себе в удовольствии приготовить шашлык весьма нелегко. Но это, на первый взгляд, безобидное мероприятие при несоблюдении необходимых мер может привести к непоправимым последствиям. Все мы помним лето 2010 года, когда лесные пожары и смог в прямом смысле слова отравили существование жителям всей Московской области. Уже второй год подряд во избежание повторения этой ситуации по распоряжению губернатора Подмосковья весной в области вводится особый противопожарный режим. Сотрудники полиции ежедневно патрулируют территорию карьеры Волкуша и напоминают отдыхающим о том, что разведение костров на территории Московской области запрещено. Мы просто следим за этим. Я понимаю, что вы следите, но есть закон о Московской области, в котором все прописано. Также по сообщениям сотрудников отдела полиции города Латкарина стало известно, что на карьере Волкуша участили случай преступного проникновения в автомобиле. Уважаемые латкаринцы, не оставляйте в своих машинах на видном месте предметы, которые могли бы привлечь внимание преступников. Ольга Белозерцева, Антон Шаманин, телеканал Латкари. Латкаринские каратисты вернулись с международных соревнований, добившись на чемпионате достойных результатов. Расскажет Марина Лопаткина. Сборная Латкарина по карате по праву считается одной из лучших в центральном регионе России. Из года в год наши спортсмены приносят в копилку достижений все новые и новые победы на соревнованиях государственного и даже международного уровня. На днях латкаринские спортсмены вернулись с восьмого чемпионата мира по карате, где достойно представили наш город. Дмитрий Гудков завоевал золотую медаль. А Андрей Звонарев, Александр Краплин, Павел Ромахов стали призерами. Победа у нас очень тяжело. Четыре дня проходил чемпионат, более шести тысяч участников, 53 страны. Температура в зале доходила до 40 градусов. То есть, ход теплый вообще. То есть, очень было трудно, очень тяжело. С девяти часов до девяти вечера ходили соревнования. Вот ребята смогли показать достойные результаты. Мы очень гордимся, потому что к этому соревнованию мы шли более десяти лет. Сергей Бакланов, тренер сборной латкарина по карате, а также все спортсмены, которые добились на чемпионате достойных результатов, были награждены на оперативном совещании в латкаринской администрации грамотами главы. Марина Лопаткина, Денис Павлов, телеканал «Латкарин». А пока сборная России по футболу перекладывает ответственность за поражение в чемпионате Европы на болельщиков и рекламирует товары народного потребления, футбольное первенство нашего города в самом разгаре. Рубрику «Футбольное обозрение» с Кириллом Петровым представляет научно-исследовательский центр Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова. Встреча команд «Атлетик» и «Старатели» положила начало седьмому туру первенства города Латкарина. К этой игре «Старатели» занимали более высокое место в таблице по сравнению со своим соперником. Поэтому футболисты «Атлетика» решили не упустить возможность сократить оставание по очкам, создавая голевые моменты с первых минут матча. Но защита «Старателей», лидером которой является Остапенков Олег, оказалась сильнее атаки команды «Атлетик». Не забывали игроки «Старателей» и про атаку чужих ворот, но все пути к советной цели преграждал «Старший ворот» «Атлетика» Александр Осипов. В итоге команды ушли на перерыв при нулевом счете. Во втором тайме команды продолжили обмениваться опасными моментами. Прекрасные возможности открыть счет в матче упустили Артем Новичков и Иван Гришин, нападающие команды «Старателей» и «Атлетик» соответственно. К концу матча атакующий «Запал» «Атлетика» стал пропадать. Игроки отдали инициативу сопернику, который в свою очередь желал во что бы то ни стало забить хотя бы единственный гол. Но ему не суждено было сбыться. Матч так и закончился. Следующим календарным матчем седьмого тура стала встреча команд «Ниццам» и «Набережная». Еще в самом начале матча команды обменялись голами. Забитый мяч явно придал силу «Цамовской» команде. Игроки атаковали ворота соперники большими силами. За счет численного большинства розыгрыш мяча доходил до удара по воротам команды «Набережная», где практически безошибочно играл Алексей Сорокин. Оголяя свои защитные редуты, нередко возникала ситуация, когда защитников «Ниццама» было меньше, чем нападающих команды «Набережная». Это в итоге привело к пропущенному голу. Сольный проход в исполнении Алексея Чернышова надолго запомнится всей команде «Ниццам». Не успели «Цамовские» футболисты прийти в себя, как команда «Набережная» увеличила счет в матче. Автором гола стал Андрей Дегаев. Второй тайм к разочарованию игроков команды «Ниццам» только усугубил итоговый результат встречи. Как ни старались нападающие сократить за отставание в счете, ничего у них не вышло. Что нельзя сказать про нападение «Набережной», которое в этот день поймало удачу за хвост. Также стоит отметить Алексея Сорокина, вратаря команды «Набережной», которому посчастливилось забить гол, пусть даже если он забит был с пенальти. Но это еще не все. Этот матч вместил в себя не только 9 голов, один из которых забил вратар, но и курьезный гол. Еще один матч, где был зафиксирован крупный счет, стала встреча между командами «Арсенал» и «Брико». Лидер первенства провел один из легких своих матчей, спокойно контролируя ход игры. Уже в начале встречи мяч после дальних ударов Алексея Каратеева и Сергея Птицына попадал в каркас ворот. А спустя еще несколько минут счет матча был открыт. Навесная передача Алексея Осинкина нашла в штрафной площади Николая Харибина, который вогнал мяч под перекладину ворот. Шансы отыграть пропущенный мяч у «Арсенала» были, но спешка и низкая техника сыграли свою роль. Десятиминутная пауза между таймами не повлияла на футболистов обеих команд. Четким, нацеленным курсом «Брико» шла к своей очередной победе. «Арсенал» сделал несколько замен, чтобы попытаться спасти матч и освежить игру в атаке. Удачно вышел на поле Дмитрий Воронков, который нанес дальние удары по воротам Владислава Подгайского. Поняв, что матч уже выигран, «Брико» также освежило свой состав. На поле вышли молодые, еще не совершенно летние, но уже окрепшие ребята, которые горят желанием пробиться в основной состав такой сильной команды. Их старания были вознаграждены. Два из пяти мячей были забиты именно молодыми футболистами. Вот их имена – Станислав Иван и Илья Кочин. Что касается игры «Арсенал», то стоит отметить, что команда все-таки реализовала, пусть и немногочисленные попытки забить мяч. Предпоследний восьмой тур первого круга начался с матча команды «Набережная» с командой «Атлетик». Пожалуй, можно смело причислить этот матч к рангу дерби. Первые опасные моменты создали игроки «Атлетика», но поистине опасный удар, который мог завершиться голом, удался нападающему командой «Набережная» Андрею Дюгаеву. В долгу «Атлетик» не остался, отвечая не менее опасным ударом. В обоих случаях выручили голкипера. А несколько минут спустя на помощь своему вратаре приходит защитник «Набережной» Денис Карташов. Следует угловой, розыгрыш которого мог открыть счет в матче. Но затянувшаяся серия нереализованных опасных моментов у Ивана Гришина, нападающего командой «Атлетик», берет верх над удачей в двух случаях к ряду. Звучит свисток об окончании первого тайма. Ценные указания, полученные во время перерыва, воплощаются в жизнь. Команды с новыми силами пытаются взломать оборону соперника. Первые атаки остаются за футболистами «Набережной». Но к их разочарованию гол в ворота «Атлетика» им забить так и не удается. Тем самым, оставляя свои ворота в неприкосновенности не менее 320 минут, голкипер Александр Осипов поставил рекорд первенства. Из опасных моментов, созданных во втором тайме команды «Атлетик», отметим удар Константина Майорова в концовской встрече, который мог принести победу его команде. Последний матч, о котором мы расскажем более подробно, будет игра команды «Брико» против «Ниццам». Как уже замечено в последнее время, «Цамовская» команда начинает играть с первых минут резво. Этот матч не стал исключением. Пока игроки «Брико» входили в темп матча, заданный соперником, «Ниццам» провел пару опасных атак. Но как бывает в футболе, если не забиваешь ты, обязательно забьют тебе. Подтверждением этих слов стал гол Сергея Птицына с передачи Виктора Букиевского. Не успели игроки команды «Брико» отпраздновать забитый гол, как в первой же атаке счет был уже вновь равным. Автором гола стал Александр Меркушин. Пришлось начинать все сначала. Взявшись за дело, «Брико» вернул себе инициативу, а в дальнейшем созданное преимущество реализовал забитые мячи. По одному разу успели отличиться Александр Жуков, Виктор Букиевский и Андрей Марусов. Так счет стал 4-1 в пользу команды «Брико». Но игроки «Цамовской» команды еще до перерыва успели сократить отставание до двух мячей. Мяч с пенальти забил Артем Чернышев. Забегая вперед, скажем, что приблизиться по забитым мячам в игре команде «Цам» не удалось. Все их атаки были отражены голки первым ворот «Брико» Станиславом Матросовым. Игроки «Брико», забив в первом тайме четыре мяча, забили столько же и во втором. Самым красивым голом был признан гол в исполнении Дмитрия Шибаршина. Обращая внимание на другие матчи, отметим два поражения краду команды «Альянс», а также результативную ничью «Титана» против команды «Арсенал». Эти результаты, несомненно, придают особую интригу первенства. Кирилл Петров, Александр Тесов, Денис Павлов, Телеканал. На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.latkari.ru. Смотрите нас на телеканале «Подмосковье» каждую среду в 20.00 и каждую субботу в 14.00. В студии был Максим Лукьянов. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!